В стране изменилась структура ОСВОД. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Речь о перераспределении функций между подразделениями организации. Также меняется порядок избрания и переизбрания председателя общества. Кандидатуру будут согласовывать с президентом. Теперь МЧС официально представит государство в ОСВОД. Экономика Беларуси продолжает восстанавливаться. Объем ВВП за пять месяцев составил почти 101%. Зарплата выросла на 4%. Этот показатель влияет на потребительскую активность населения. На высоком уровне экспорт – 110%. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли. Также отмечается благоприятная динамика в инвестиционной сфере. В республике ежегодно на технические средства реабилитации для инвалидов тратится более 50 миллионов рублей. Необходимую помощь получают свыше 220 тысяч человек. С прошлого года значительно расширен перечень граждан, которые имеют право на такую поддержку бесплатно, либо на льготных основаниях. В стране принимаются меры для создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения. На среду из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. Воздух прогреется до плюс 31. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди и грозы. МЧС призывает к осторожности. В такую погоду увеличивается вероятность тепловых ударов и гибели людей на воде. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной и геноцида белорусского народа в Бобруйске у братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами, пройдет митинг-реквием. Начало в 4 утра. Для удобства горожан организуют движение дополнительных автобусов. Они отправятся с проспекта строителей, микрорайона Западный и авиагородка. Подробное расписание на сайте Горисполкома. Продолжение следует...